Москва планирует совершить госпереворот в Молдове. Об этом во время брифинга сообщила президент страны Майя Санду, ссылаясь на данные украинской разведки и информацию местных спецслужб. Смена власти должна была произойти еще прошлой осенью, однако тогда России не удалось достичь целей. В ноябре прошлого года посол США в Молдове сделал обнадеживающее заявление. Согласно данным разведки, признаки возможного российского наступления на Кишинев отсутствуют. Эти слова были особо важны в связи с серьезными волнениями в правительстве Майя Санду, ведь Россия могла не ограничиться вторжением в Украину. По словам экспертов, однако даже если бы путинский режим вознамерился провернуть подобное в Молдове, на все попросту не хватило бы сил. Однако это не значит, что нападение не ведется. Много месяцев Россия атакует Кишинев в другой плоскости. Прошлой осенью в стране вспыхнули митинги против проевропейского правительства Санду. Внешнее финансирование и причастность россиян тогда даже не пытались особо скрыть, утверждают политологи. Пытаясь подавить официальный Кишинев, Россия в половину сократила поставки газа в Молдову. А позже марионеточные власти в Приднестровье полностью прекратили электроснабжение страны. И сокращение поставок газа в Республику Молдова, и финансирование этих якобы протестных акций, за которыми стоит в том числе и Илон Шор, который с некоторых пор объявлен на странице небезызвестного РИА новости пророссийским политикам. Связи Илона Шора с определенными кругами в Российской Федерации – это не сегодняшняя, не вчерашняя история. Но совершенно очевидно, что в этой атаке на нынешнюю власть задействован Газпром. Все эти факторы, разом возникшие прошлой осенью, были системной подготовкой к госперевороту, заявила Санду на пресс-брифинге в понедельник. Президент изложила план, предоставленный украинской разведкой. Россия желает сменить управление в Республике Молдова и привести к власти своих ставленников. План России на предстоящий период предусматривает диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц для проведения насильственных действий, нападений на государственные здания и захвата заложников. По словам Санду, план предусматривает масштабные акции протеста сил оппозиции, под видом которой уставленники России попытаются совершить переворот. Документы, полученные от Украины, содержат данные о местах проведения и логистике этой операции. План также предусматривает привлечение к насильственным действиям иностранцев. Например, материалы содержат инструкции о правилах въезда в Молдову для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории. Способствовать госперевороту, по словам Санду, могут некие внутренние силы, среди которых преступные группировки, такие как партия ШОР, некоторые ветераны и бывшие сотрудники правоохранительных органов. Своей целью Москва ставит свержение легитимной власти и нарушение курса страны на евроинтеграцию. Помимо этого, Молдова затем может быть использована в войне против Украины, заявили в Кишиневе. Прошлой осенью Владимир Путину не удалось достичь поставленных целей, отметила президент, напрямую связывая волну протестов с провалившимся планом госпереворота. В данный момент правительство делает ставку на укрепление сферы безопасности и усиление контроля за провокациями.